Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не завидую Против них выступают Довольно таки старые игроки Это вот К примеру даже Exposed Да Ранее мы его наблюдали Также здесь Джомикс Винни-Пух Франтишек И Шок Выступает За коллектив 3D Геймерс Так что Тут будет жарко Тут будет жарко Но в принципе Ребята это и доказывают Уже Пали четверо игроков Коллектива Strong Union И здесь Лукас Остается один Минусует Шока Ну что ж Ой Лукас Разошелся Неплохо Даблкил В исполнении этого молодого человека И 33% здоровья Остается у этого парня В руках У А-93 И потихоньку Передвигается Все-таки Под позиции Тэшки Будет скорее всего Через рекламу Выходить на офис Ой как Неправильно Слышишь А нет Правильно Правильно Там экспосат Там экспосат Аккуратно Сейчас Лукас Будет принимать О-хо-хо Триплкилл Триплкилл В исполнении этого парня В руках Теперь Аук Ну что ж Кто кого Все Очень опасно Очень Здесь у Лукаса проблемки Есть по хп Ёй-й-яй-яй Квадр�килл Лукас Вот это поворот Но здесь на самом деле У него позиция была вообще Не так Но и здесь на самом деле Мог его забирать оппонент Но тем не менее 1-0 за атакой у нас И сейчас Команда Стронг Юник Находится в лидирующей позиции Сейчас атака Вновь занимает позицию аквариума Форвард уже забирает сполз до ну и интересно интересно слушаю с первых же раундов начинают доминировать strong union на 3d геймеров и сейчас команды 3d шик должны как-то реабилитироваться вот франтишек вместе с винни-пухом оформляет минусы еще один минус от винни-пуха неплохо прожимает позицию железа здесь еще и шок занимает позицию аквариума и на т-спал не остается в соло у нас михайло которого шок также уверенно забревает 11 быстрая и очень уверенная ответка от команды 3d gamers ну посмотрим как будут развиваться события далее вообще вот я сделал упор на то что здесь коллектив 3d gamers у нас более опытные парни да ранее встречались у нас на арене добирались до высоких дивизионов но вот сейчас здесь принципе коллектив strong union показывает то что их это как-то особо не волнует ребята сейчас будут принимать своих соперников и от франчишка уже залетает минус также падает экспосат винни-пух от кит х и минус локас и позиция уже 4 в 3 но здесь винни-пух также добирая своего соперника есть прожим аквариума отроне минус мы далее отлетает таверну и здесь же джо микс штрафует своего соперника пока что атака терпит фиаско 21 хотя первый раунд у них в принципе зашел довольно неплохо этому согласишься но вот вторые два точнее последующие два раунда как-то вот немножко сбивают наверное их общий ритм атаки и самое удивительное что с самого начала то не прожимают 3d геймерс они делают это во второй стадии раунда уже ближе к середине и прямо тут конкретно активно выжимать на вот винни-пуха стоит отметить очень хорошо действует по позиции бета постоянно аркадь железо и это приносит свои плоды но в аквариуме сейчас заперлись ребята из команды strong union шок уже оформляет восьмой фраг для себя за четыре раунда винни-пух снова делает очень большую работу из-под железа но ронин вместе с форвардом здесь также не остается в стороне делает два кила и джо микс очень хорошо действует на позиции меда но сейчас михайло попытается ответить за своего за своего тиммейта прошу прощения экспо забирая также форварда но михайло как раз таки отвечает отвечает взаимностью но тяжеловато ему сейчас будет но не знаю посмотрим посмотрим как же будет отыгрывать этот парень сейчас да есть у него спине франтишек есть экспоус на бете поэтому мидл в принципе открыт если решит пойти через мидл там на шахматы либо в офис он в принципе и так и так не прогадает наткнется на одного из своих соперников на тому же где сделать минус там и бомбы поставит но принимает решение пойти под бету там экспоус сидит закрыта третьего лица давайте от него посмотрим да действительно он увидит выход со склада сейчас и михайло как раз таки спалится своим аугом ну или просто сразу весь выйдет и да все экспоус видит картину и франтишек бежит просто на ножах уже смещаться под позицию беты так экспоус палится проиграет откидывает хавешку и михайло получили просто по голове и третий раунд в исполнении 3d gamers но вообще что касается первого раунда у коллектива стронг юнион там не у них зашел этот первый раунд а вот именно у лукаса кстати вот как он сделал этот первый раунд 4 фрага с этого момента у него все полностью отключается я думал то что сейчас парни прям реально рвать начнут но опять же вот предыдущий раунд просто на валидоле ребята из коллектива 3d gamers его забирают то вот если бы не успел там экспоста где-то сработать то возможно далее смогли бы побороться уже за этот раунд но тем не менее вот сейчас от экспоста также залетает минус лукас падает в этом раунде форвард за ним в таверну ну и здесь просто пошли крошить но здесь ронин есть даблкилл в исполнении этого парня но далее серия разменов 4-1 и вот именно за этот первый раунд пока что коллектив 3d gamers карает нещадно но 4-1 это уже такое весомое преимущество на самом деле за 3d gamers но хотелось бы отметить ряд ошибок все-таки от команды strong union они не занимают позициями да они как вроде занимают аквариум но они именно вот не откидывают хаешки под позиции винтов и дальше не проходят стрелять с офисами это большая проблема на самом деле и вот они смотрели снова зажаты аквариума на т-спауне и здесь просто шок вместе со своим тиммейтом джомиксом их отстреливать шок даблкилл уже 12 к древом у него общая статистику у лукаса тридцать девять хп он пойдет сейчас перестреливаться и ой-ой-ой два минуса но винни-пух здесь также ответочку оформляет форвард 1-2 ну и здесь винни-пух трипл китл 5-1 действительно ничего не могут сделать strong union доминация команды 3d gamers чистой воды но и нужно здесь команде строк у него собираться как никогда раньше ну посмотрим но как-то уже знаешь 4 раунда преимущества руки потихоньку трясутся соперник далеко не собирается сдаваться вот опять же хочу отметить лукаса да вообще из всей команды коллектива strong union у него вот он старается он выкладывается на все столы где-то вот прям ловит такие моменты где даблкил триплкил может поймать но опять же вот на одном лукасе ребят не выйдите и вот сейчас просто винни-пух врывается на железо хорони там двоих своих оппонентов от шока есть размен здесь же михайло как-то подключается в этот фраг парад минус шок михайло даблкил минус джомикс но и позиция 2 в 2 но вот проблемы небольшие то что михайло родовый 31 процент здоровья у него на холсбаре и форвард принципе фуловый еще также с уашками парными так что может ловить своего соперника но здесь экспост очень громко передвигается через железо и михайло будет его ловить михайло будет ловить ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй ну что ж получается все принципе закономерно да опять же я уже говорил об ошибках строк юнион отсутствие с заниманиями то это пожалуй главная проблема атаки вообще не только строк юнион но и всех коллективов если ребятам метал не занимают активность сразу же начинается проблема поджимы от обороны ну и дальше уже просто не выйти этим ребятам то есть просто закидывать моментально и делать массовое убийство с граната джомикс но это факт и просто выбывает и не пух еще пинус форме но это за 20 секунд за 20 секунд но и здесь попытался выйти игрок команды строк юнион на 71 уже но и михайло выбывает ну вот так вот фапнул как говорится да и не успел зайти но пацаны вы только время потяните я типа сейчас вернусь не вернулся не вернулся не вернулся а это знаешь это просто ребят теплан ща ребята быстро перки поменяю подождите и тут бац буквально через пять секунд после выхода раунд кончается 7-1 последний раунд первой половины не знаю что делать команде строк юнион но походу здесь тоже все-таки белым флажком и придется помахать но если сейчас 8-1 если 8-1 или 7-2 я не знаю здесь такой напор от коллектива 3d gamers что не знаю на смене сторон вообще что-либо изменится нет просто де-факто сталкивают прямо с ходу с ходу его с рекламой иди отсюда пацан ты не с нами да 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 но занимает кстати сейчас мидл занимает вроде потихоньку но здесь опять же вини по это не мешает делать опытом браками это они занимают одета торгали железо мы говорили о том что они занимают аквариум надо нужно занимать не аквариум нужно занимать непосредственно медул а вот в том-то и дело они ведь пошли они пошли а почему я отметил то что они пошли вроде как прожимать эту позицию медал уже выходить как-то на шахматы а там их Просто раскрошили уже. Просто их никуда не выпустили. Но вроде как бы сайт занимается и франчишек один. Ну посмотрим. Ну врывается. Хэдшот, все, и 6 хпл де-факто. Ах ты, ах ты, какая хэшка. 8-1. Все, у меня есть новости. Все очень плохо. Все очень плохо. И печально. Да, шансы есть, пусть и призрачные. Но есть у команды StrongUnion как-то ответить взаимностью за оборону сейчас. Но, честно говоря, учитывая их моральку, которая у них сейчас. Я бы, возможно, сказал бы, что шансов нет. Но я скажу, что они есть, пусть и призрачные. Надо хвататься за них. Да, надо хвататься. Но сейчас посмотрим именно на примере команды 3DGamers. Как они будут отыгрывать. Я уверен, что будет занятие воды. Я уверен, что будет моментально заниматься мидл. То есть там не побегут сразу все игроки под железо, под войку и так далее. Они будут занимать мидл. Они будут прям агрессивно на него выходить. И стараться прям сделать это максимально быстро. Первые респауны побегут именно под мидл. Я больше чем уверен. Если они как бы, ну, понимают, что делать. А если не пойдут, то это тоже будет ошибка. И этой ошибкой могут воспользоваться стронг юнион. Но смотри. Джомикс уже бежит занимать. Ой-ой-ой. А вот как раз таки. Вот оно занимание. Медлай эксполст занимает первую же позицию шахмут. Но здесь форвард его хоронит. Но франчишек уже делает синус. И полетели размены. И, кстати, от альфы сейчас все отрезаны игроки обороны. Только де-факто бежит смещаться под альфу. Ну, в это время три игрока в аквариуме. Опять же, да, вот сами себя сейчас тоже немножко зажали. Кстати, никто не поддержал у нас эксполсту, который побежал в аркадь шахмут. Но вот сейчас побежали у нас в контур пуш, так скажем, игроки команды стронг юнион. Не то, чтобы им это на пользу пошло. Но, тем не менее, ситуация два в два. Поэтому, наверное, не все так плохо, как могло бы быть. Кстати, Джомикс уже занимает бету. И на бете вообще никого нет. Кладется дым на выход со склада. И просто все плохо. Просто все плохо. Кладется С4. Ну и сейчас Лукас вместе со своим тиммейтом попробует что-либо сделать. Дефакто, наверное, будет первый убивать за счет наименьшего обилия хп. Ну вот да, Джомикс просто уверенную пачку ставит. Ну и дабл килл оформляет. Ну это 9-1. Это 9-1. Я думаю, как раз таки этот счет, это точка невозврата для команды стронг юнион. Но, тем не менее, посмотрим, что будет уже в 11-м раунде. Ну опять же, вот вроде старается, да, вот занимает позицию офиса. Но почему офис вообще никак не контрится? Там есть информация, что одного килланули, да, с тэшки. Почему садится игрок так, что он вообще никак не контролит эту позицию? Там в спину просто пришли к Ронину. И только вот если бы его с меда не успели убрать, то там бы был килл в спину. Ну немного просто разваливаются ребята уже по моральной составляющей, да, они начинают путаться, делать что-то нереально странное. Но, в принципе, коллектив-то мы ранее видели. Ну как коллектив? Вот именно стронг юнион по названию нет. А вот всех игроков, да, ранее они отыгрывали. И вчера они у нас попадались. Только сейчас почему-то под другое уже тимой носятся. Ну и вот дроп под альфу имеется от Лукаса. Это призрачный шанс на победу, конечно, есть минус, но здесь франчишек. Но если по нему еще пачку залепит, то прекрасно, но нет. Нет, это 10-1. Точка невозврата такая, точка невозврата. Вообще не говори. Я бы сказал, даже точка разврата здесь, а не невозврата. Так, ну, не знаю, 10-1 за 3DGamers была ли такая ставка, сейчас посмотрим. 10-7, 10-0 была. Кстати, Владимир Рыжков почти отгадал, но 10-2 еще было. Но 10-1 такой ставки у нас нету ВКонтакте. Поэтому ВКонтакт код абсолютно рандомный падает, без последней цифры. Кто угадает, кто-то заберет. А на Твиче, на Твиче, на Твиче тоже 10-0 было. А вот 10-1 не было. И на Твиче также код отправляется абсолютно рандомный, без последней цифры. Ну а мы с вами будем прощаться потихоньку, дорогие друзья. Вот такие вот у нас матчи прошли. И да, два матча 10-1. Но, ребят, это не повод отчаиваться командам. Желаем посмотреть реплей и исправлять свои ошибки. Также, дорогие друзья, не бойтесь регистрироваться на турниры по Энбланка на данный момент на арене. Все просто. Заходите, собираете команду, оставляете заявку, потом подтверждаете, идете тащить, еще раз тащить. Да, конечно, сразу же вас не обещаем то, что получится. Но, тем не менее, попадаем к нам на Стримчанский, регистрируемся, открытые турниры и так далее, и так далее, и так далее. Короче, ребят, все на арене и все в группе по Энбланке и спортов в шоу паблик. Всем огромное спасибо, кто присутствовал на Стримчанском, кто болел за свои любимые команды, кто просто пришел прекрасно провести время. На связи была студия Arena for Game, завтра у нас выходной, встретимся послезавтра. Как раз таки на квалификациях уже. Да, уже на квалах. А у микрофонов, как обычно, играли мы с Германом, я Максим Чеев и Герман Громов. До скорого. Пока-пока. Продолжение следует...